МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатный шведский стол торговцы с центрального рынка накормили горожан в знак протеста. Выстраданы. Есть заведение, где складывается очень много денег. У нас нет такого. Мы зарабатываем сами. Чем живут пришвартованные на Енисеи корабли и как отреагировали на претензии прокуратуры? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девяностые возвращаются. Сегодня днем на улице авиаторов водители устроили разборки с оружием. По словам очевидцев, у одного был в руках травматический пистолет, у другого бейсбольная бита. В результате один человек пострадал. По неподтвержденной информации его ранили из пистолета. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Полицейские проводят проверку. Участники стычки уже написали заявление. Жители элитной высотки в Академгородке опасаются, что их дом может рухнуть. Подозрения появились, когда часть кирпичной кладки фасада обрушилась. Это случилось через год после окончания гарантии строителей. Жители считают, что здания возводили с грубыми нарушениями. И теперь они не готовы вкладывать свои деньги в ремонт и подвергать свою жизнь опасности. Виталий Поляков расскажет подробнее. Наталья живет в доме 16 и в Академгородке. Это место в Сосновом Бару с шикарными видами на Енисей. Элитный дом с рыночной стоимостью квартир под 20 миллионов рублей. Наталья не могла и подозревать, что такое жилье может быть опасно. Не так давно с высоты пятого этажа здесь упала кирпичная кладка. Никого не придавила, но жутко напугала владельцев квартир. Дом этот совсем новый, построен в 2008-м. Неужели элитная новостройка начала разрушаться, подумали люди. Мы сейчас заложники этой ситуации. Администрацию городского хозяйства, прокуратуру, стройнадзор. Они должны помочь выйти жителям из этой ситуации. Они нам это никак не помогают. Жители заказали экспертизу и выяснилось, причиной обрушения стал строительный брак. Часть кирпичных выступов, пилонов, не закрепили на стене здания. Есть угроза, что фасад может обвалиться и в других местах. Более того, башня отклонилась от своей оси и завалилась в сторону Енисея. Сейчас ТСЖ проводит новое обследование, чтобы понять, насколько это опасно. Конечно, это шок и для нас тоже. Потому что мы, как просто граждане, просто как собственники жилья, мы думали, что все эти документы есть и все принято, и все сделано качественно и правильно. И с чем мы столкнулись сейчас, это просто, ну для нас это какое-то безумие. Директор Академстроя Юрий Сапожников подтверждает строительный брак. Его компания после возведения элитной многоэтажки обанкротилась, а сейчас снова будто возродилась из пепла с теми жилицами. Но он готов отремонтировать обрушившийся фасад. Говорит, жильцы не подпускают. Есть грех Академстроя. То есть на этом участке просто будет допущен брак. Не было сетки, следующее, которое должно было быть. Это раз. Но спровоцировавая это дело, массовые перепланировки дома. АТСЖ его и близко не хочет подпускать к своему дому. Здесь уверены, 18-этажку Сапожников возводил, нарушая нормы и правила. Изменял проект, надстраивал непредусмотренные этажи. Уже когда башня стояла, укреплял фундамент. Председатель товарищества собственников жилья до сих пор не может найти проектную документацию на дом. Алексей Тихомиров подозревает, что разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано незаконно и не за спасибо. Разрешение на строительство дома в 2008-м подписал заместитель мэра Анатолий Григоренко. А теперь устранять обрушение и доводить дом до ума, а это минимум 10 миллионов рублей, людей заставляют за свой счет. В фонде капитального ремонта помогать отказываются. Срок еще не подошел. ТСЖ и НСЕ 2008 служба выдала предписание, по которому необходимо провести безотлагательные срочные меры, противорийные мероприятия. Однако до настоящего времени в ТСЖ и НСЕ 2008 предписанные мероприятия службы не исполнило. Жители этого дома считают, что за такое строительство нужно наказывать. Тех, кто возводил, тех, кто контролировал и принимал. ТСЖ написала жалобу губернатору, мэру, прокурору и руководителю полиции. Место обрушения до сих пор огорожено, чтобы элитная многоэтажка никого не убила. Виталий Поляков, Эдуард Баглай, Афонтова новости. Не дают доучиться. Студенты Красноярского филиала Российского социального университета боятся, что не смогут получить дипломы. И дело в неплохой успеваемости. Региональное отделение вуза просто закрывает. Студентам предлагают ехать учиться в Москву или переводиться в другой университет, где нужно будет доздавать как минимум 20 предметов. Подробности у Ирины Денисенко. Если бы раньше было, мы хотя бы морально были бы готовы и уже искали бы выход. А когда ты на третьем курсе и тебе надо со второго семестра, нам все отказывают университет. Два с половиной зря потраченных года. Вот чего боятся студентки филиала московского вуза. Перед зимней сессией им объявили. Российский государственный университет закрывает свои филиалы по всей стране. Под реорганизацию попадает и Красноярский, а это более тысячи студентов. При поступлении девушкам обещали их курс доучиться. Сейчас предлагают три варианта. Переводим в головной вуз научную форму, в головной вуз Москвы на заочную форму. И либо просто в Москву едете, либо в другой вуз. Ехать в Москву или переводиться в другой вуз эти варианты Юлия Бондар даже не рассматривает слишком затратно. Сегодня на собрании ей объявили, есть возможность доучиться на заочке. Правда и тут вопрос упирается в деньги. На заочном отделении нет бюджетных мест. Два с половиной года обучались на бюджетных местах. Родители получали стипендию. Многие получали повышенную стипендию. Родители на этот вопрос даже не заморачивались. А теперь нам сказали просто резко, сказали, кстати уже конец семестра, что извините, будет настолько платка. Естественно это большой удар по бюджету семьи. Но девушки не уверены, что сессию их не заставят сдавать в Москве. За разъяснениями они обратились в московский вуз. Мы попросили, мы написали, во-первых, разъяснить нам, почему очного обучения с дистанционными технологиями не будет. Мы хотим добиться ответа, возможно, до нас вообще неправильную информацию довели. Либо мы хотим перевестись на заочное обучение, но с сохранением бюджетных мест. Сейчас девушки ждут официального ответа. Письмо оформлено на имя ректора. Заодно студентки сдают сессию в надежде, что через полтора года они все-таки получат диплом у бакалавров. Ирина Денисенко, Алексей Егоров, Афонтова новости. И сегодня в головном офисе вуза нам прокомментировали ситуацию. Руководство подтверждает, сейчас по всей стране идет реорганизация филиалов. Бюджетные места на очном отделении можно сохранить в двух случаях. При переезде в Москву, при этом общежитие студенту предоставляется, или если студент переводится в другой университет. В этом случае руководство, как правило, идет навстречу. Поскольку в Красноярске очень много региональных университетов, ну и как бы учиться есть где студентам. Если студенты хотят получить именно наше образование, Российского государственного социального университета, мы им предлагаем перевестись к нам, либо на заочную форму обучения классическую, либо на заочную форму с применением дистанционных технологий. Они могут, пользуясь личным кабинетом, проходить обучение. Это сегодня разрешено законом. Центральный рынок продают. Объявление о продаже появилось на интернет-аукционе Авито. Стоимость плота 270 миллионов рублей. Здание находится на улице Качинская, 64. Общая площадь помещения чуть больше 9 тысяч квадратных метров. Мы связались с риэлтором Натальей. И вот, что она нам сообщила по телефону. Знаете, нашел на Авито объявление о продаже центрального рынка в Красноярске. Скажите, это шутка? Нет. Вы представитель собственника или просто... Да, все верно. То есть здание действительно продается? Да, абсолютно верно. 270 миллионов? Угу. А между тем, сегодня на центральном рынке накрыли шведский стол для горожан. Всех посетителей приглашали продегустировать образцы местной продукции, вплоть до бутербродов с икрой, и подписать петицию против закрытия рынка. Впрочем, эта акция однодневна и приурочена, скорее всего, к визиту городских депутатов. Народные избранники побывали сегодня утром на рынке, встретились с руководством и попытались выяснить, почему те никак не хотят устранять предписания проверяющих органов. Вы просто время тянете, а делать ничего не хотите. Подождите, вы не видите, что сделано? Да, это ерунда. Это не первая встреча депутатов с представителями рынка, но сейчас над главной торговой точкой города нависла настоящая угроза. Суд постановил закрыть рынок из-за ряда нарушений, которые Роспотребнадзор выявляет здесь на протяжении уже нескольких лет. Последние претензии – пол и стены покрыты сетью мелких сколов и трещин. Их нужно убрать. Представитель собственника держит оборону. Претензии проверяющих органов мелкие. Но раз надо, будем устранять, а вот когда – это, как решит таинственный московский собственник. Ну, вы понимаете, не я собственник. Я исполняю волю собственника. Собственнику эту смету отправили. Помимо этой сметы у нас еще есть смета на замену вот этих всех витражей старых. То же самое. Это полтора миллиона стоит будет. Тоже отправили собственника. А сколько? Сколько? Верхняя часть кровли порядка 9 миллионов будет стоить. В доказательство благих намерений приводят недавний ремонт купола. Депутаты парируют. Это лишь косметика. И то люди жалуются, что после этого ремонта аренда выросла на тысячу рублей. Стоимость торгового метра здесь и так немалая. 15 тысяч в месяц за полтора метра на отшибе. Это выяснил другой депутат, Владимир Владимиров. Пока его коллеги разговаривали с управляющими, он разговаривал с работниками прилавка. Работники прилавка жалуются на поборы, естественно. Что за все нужно платить. За лампочку, в туалет. Вот сейчас зашел в туалет, посмотрел в каком виде туалет. Стоит 10 рублей. Ну, туалет такой с 80-х, 70-х годов, наверное. Жалуются на то, что не знают собственника. Директоры не видят практически. То есть, по сути, какой-то человек исполняет роль сборщика денег. Сами работники прилавка не на шутку напуганы перспективой закрытия рынка. Сегодня они, как могут, привлекают внимание горожан. Накрыли шведский стол для покупателей, где каждый отдел выставил на дегустацию образцы своего товара. Даже бутерброды с икрой. Развесили плакаты и просят всех подписать петицию против закрытия рынка. Продавец Лариса работает здесь, впрочем, как и многие, не один десяток лет. Свои права она уже отстаивала голодовкой, когда в 2006 году на рынке меняли собственника. Будем перекрывать, будем все делать. У нас другого выхода нет. За нами стоят семьи, дети, дети, студенты. Народные избранники уверяют, цель их визита именно в том, чтобы события тех лет не повторились. А для этого таинственному московскому собственнику необходимо устранить замечание Роспотребнадзора, сделать пол и стены и работать дальше. Но, похоже, договориться не удалось. У меня такое впечатление, что люди просто стараются до последнего максимум денег здесь сорвать, а дальнейшая судьба вот этих 400 предпринимателей их не интересует. Согласно решению суда, рынок должен прекратить работу 23 декабря. Но руководство торгового заведения сегодня еще раз подтвердило, что будет подавать апелляцию. А значит, дело рынка будут рассматривать в суде высшие инстанции. И все это время он будет работать. А за это время таинственный московский собственник может быть и вложится в ремонт пола и потолка. А может быть и нет. Дмитрий Пименов, Михаил Масленников. Фонтова новости. Мы не турецкая компания, а голландская. Сегодня представитель фирмы «Красноярский инвест» прокомментировал скандал с так называемым «Турецким берегом». Накануне эту ситуацию разбирали депутаты городского совета. Напомню, речь идет об участке набережной рядом с парком имени Горького. Более полутора гектаров в этом году были переданы компании «Красноярский инвест», которую некоторые из СМИ заподозрили в турецком происхождении. Представители фирмы обвинили в том, что они хотят построить на берегу Енисея отель. Накануне депутаты пытались выяснить, что на самом деле будет на том участке земли и кому принадлежит компания. И вот сегодня представитель компании «Красноярский инвест» Сергей Володкевич ответил на все вопросы. Первое. Компания у нас голландская. Вы можете это официально узнать. Это первое. А второе. В той зоне, в которой находится парк, ничего кроме парков, скверов строить нельзя. Понимаете, там ничего невозможно сделать, ни провести там какие-то коммуникации туда невозможно. Ну, по факту ничего нельзя сделать. Я думаю, что сможем ли мы там поставить пункт велопроката или не сможем. Садик на Малиновского, возможно, все же откроет свои двери для ребятишек. Об этом сегодня в интервью нашему телеканалу рассказал глава города Эдхам Макбулатов. Вот фрагмент этого разговора. Сегодня принято решение, получаем распоряжение Ростехнадзора, заключение Ростехнадзора. В случае, если мы понимаем, что мы можем за разумные деньги привести этот детский сад в порядок, значит, принято решение, будем делать там детский сад. Если же стоимость окажется так, что она будет зашкаливать за стоимость строительства нового детского сада, я буду категорически возражать. Также Эдхам Макбулатов рассказал о дальнейшей судьбе исторического квартала и на чем придется экономить городу в следующем году при дефицитном бюджете. Полную версию интервью с мэром смотрите на Афонтово в субботу в 19.00. Самые вкусные шоколадные конфеты сразу после короткой рекламы. Расскажем о результатах проверки сладких наборов. Не пропустите! Чувственные цвета Волнующие линии Идеальный силуэт Фаберлик Твое преображение Выбери новое платье в каталоге Фаберлик Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все! Наш ассортимент вас удивит! Все по низким ценам! Северный, Шумятского, 1. Телефон 266-79-79 В Новый год с новым ковром! Роскошные ковры в салоне ковров Грант. Салон ковров Грант. В торговом центре Домер. Вход напротив арены Север. За минуту на Канары Сними кино Участвуй в конкурсе Лети в лето Смотри в утреннем кофе На Афонтово Партнер конкурса За минуту на Канары Созвездие путешествий Орион 12 декабря Центр экстремального спорта Спортивное экстремальное шоу Большие гонки в Красноярске Приходи и стань зрителем уникального события Вход свободный Справки по телефону 26 503 26 Это итоговый выпуск новостей о фонда ВМП Продолжаем Столовая для бродяг Каждую пятницу волонтеры на заброшенной Проходной завода Сепсталь Кормят бездомных Поужинать приходят, как правило, человек 30 Все они живут либо в подвалах, либо в ночлежках Но получить горячий дом могут только один раз в неделю Подробности в сюжете далее А тарелок нету, да? Сейчас привезут Сегодня на ужин у бродяг суп с фрикадельками 20-литровый чан похлебки наварили волонтеры Говорят, все по-домашнему С овощами, мясом и зеленью Катюшка тоже сегодня варила суп Бездомные спешат поскорее получить свою порцию Дело близится к вечеру, на улице холодает Михаил без добавки никогда не уходит Сегодня ест уже третью тарелку Такая полевая кухня на заброшенной проходной Сепстале Единственная возможность поесть горячего Бродяга живет в подъездах, а питается на помойках Ну я захожу после 11 часов вечера Стараюсь Часом в 12 сойти Ну никто, а то люди выходят Ну в другой раз могут поругать и выгнать У каждого бездомного здесь своя история Но в основном все они похожи Обманули, оставили без квартиры, выгнали с работы И жизнь покатилась в тартарары Подкармливают бродяг-волонтера Такое движение организовал Юрий Гончаренко Четыре года назад он и сам скитался по улицам Но потом выкарабкался, устроился на работу А сейчас и вовсе открыл свой бизнес И теперь бездомным помогает Говорит, чашка супа иногда может изменить жизнь Эта тарелка супа для меня, когда я жил на улице Она как бы стала такой значимой Я сделать только мог поесть Когда я оступился, когда моя жизнь зашла сюда Ну маленько оступился, бывает Здесь многие просто поругался с женой И уже живет на улице и боится домой эти или не хочет Кому-то волонтеры уже помогли Любу, например, два месяца не пьет Бросает курить, устроилась на работу И получила комнату в общежитии Стала понимать, что можно жить лучше Не так, как я жила А можно жить лучше На тот момент у меня была работа под вопросом Меня увольняли за систематические прогулы За систематические пьянки На данный момент меня восстановили в работе Но изменить жизнь удается не всем Да и хотят этого немногие Все-таки горячую чашку супа получить куда проще Чем, например, восстановить документы Да, хорошо, конечно Это не сравнить, что вот так где-то что-то нашел А вы обычно где корнились-то? Полина, еще выладать? Ну, если честно, где придется Ну, когда как Там некоторые люди дают Просто поесть А здесь только один На часах уже шесть Ужин закончен Через неделю все соберутся здесь вновь За похлебкой А пока, чтобы не замерзнуть на улице Бродяги разбредаются по подвалам и теплотрассам Юлия Бычкова, Михаил Ткачук Афонтова новости Договоры не заключены Санитарно-эпидемиологические нормы нарушены Прокуратура вместе с Роспотребнадзором Проверила семь судов Которые пришвартованы около набережной Енисеи И везде нашла нарушения Юлия Бычкова побывала сегодня на некоторых кораблях И посмотрела условия работы На теплоходе встреченные Енисеи готовятся к банкету С персоналом утром на месте только повара и охранник в угар Он устроился в кафе месяц назад Но теперь боится, что работу может потерять Говорит, в кафе постоянно ходит с проверками Смотрит все, как в программе ревизора И особенно обращает внимание на электропроводку Проверяли там кухню вроде Не знаю, зал смотрели Что там, разное там Всякие там электричества проверяли Там что-то, горел там Ну, приехали там, энергии сбит Там смотрели за все это вообще Плавучие рестораны начали проверять После пожара на теплоходе композитор Калинников Выяснилось, что загорелся он Из-за неисправной электропроводки Да и мазут там хранился не по правилам Чуть позже прокуратура взялась и за другие суда Оказалось, что семь кораблей Не заключили договор о водоиспользовании Еще два корабля встреченные Енисеи И волна не прошли санитарно-эпидемиологическую проверку Вот посмотрите, у нас везде У нас снежные скатерти У нас снежные тарелки, да? Еще мы не начали работать У нас везде чистый потолок У нас чистые панели Чистый пол Этого никто не увидел В ресторане «Волна» не понимают, что конкретно они нарушили Плавучий комплекс работает уже 21 год С тех пор, как корабль списали В нем открыли гостиницу и ресторан И ни разу за это время никаких нареканий не было Очень обидно Вот я даже сейчас говорю Мне быстро надо Как бы есть заведение, где складывается очень много денег У нас нет такого Мы зарабатываем сами И какую-то часть прибыли отделяем на что-то На развитие Что касается санитарного У нас нет ни одного замечания И ежемесячно у нас сдаются на анализы продукты То есть тогда санпедстанция у нас не работает, что ли? Под сомнение ставится Ну непонятно вообще вот эта политика какая-то Гости, рассказывает администратор Ресторан любят По выходным сюда без брони не попадешь А на предновогодние банкеты мест давно нет А сегодня с самого утра в малом зале фуршет Меня абсолютно все устраивает В этом заведение Вкусно готовить? Вкусно Ну что у вас сегодня на обед? А мы будем вечером проводить здесь мероприятие У нас будет полный обед Это будет и горячее, и холодное Какие именно санитарные и эпидемиологические требования Не соблюдали в этих двух ресторанах Станет известно в понедельник Пока в прокуратуре только готовят материалы для возбуждения дел Если владельцы кораблей нарушения устранят То отделуются штрафами Если нет, работу плавучих ресторанов на время приостановят Юлия Бучкова, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости Перевозка детей на пригородных направлениях в празднике займется автоколонна 1967 Я напомню, что автобус именно этой фирмы Этим летом попал в страшную аварию под Красноярском На маршруте Кызыл-Красноярск Тогда погибли 11 человек Но несмотря на это, сейчас перевозчик выиграл краевой конкурс Сотрудники полиции уверяют, что переживать не стоит Ведь теперь будет осуществляться дополнительный контроль Специальные меры будут действовать уже с 18 декабря И продлятся до 10 января Так, например, в каждом автобусе должно быть два сопровождающих Если в колонне больше двух машин, необходим врач В каждом автобусе тахограф, который фиксирует состояние водителя На сидениях в обязательном порядке ремни безопасности За движением будут следить и по ГЛОНАССу Чтобы максимальная скорость на любой дороге не превышала 60 км в час Полностью сотрудники госавтоинспекции Наряды будут приближены к местам проведения массовых гуляний Это по всем районным елкам, которые будут проходить в городе Красноярске Также саморазработана дислокация по всем районным центрам Где будут проходить какие-либо мероприятия То есть сотрудники госавтоинспекции берут безопасность на контроль А следующая новость будет полезна и интересна всем сладкоежкам Специалисты Центра стандартизации и метрологии Проверили 10 самых популярных шоколадных наборов Все изделия прошли проверку в лаборатории После чего их попробовали специалисты Тестировались конфеты нескольких производителей Это Волжанка, Краскон, Славянка Плюс, Ротфронт, кондитерский концерн Бабаевский и другие Лучшим признали наш Краскон На втором месте конфеты Ротфронт На третьем сразу две марки – Одинцовский и Славянка Последнее, десятое место у Ассорти – Хальпингольд Оценивался внешний вид изделия Они должны быть гладкими, без потертости Если конфета имеет ребристую форму, то узор должен быть четкий Хорошая шоколадная оболочка тает во рту, легко жуется и не горчит Праздничные мероприятия в городе стартовали В выставочном центре Сибирь открылась новогодняя ярмарка Там можно приобрести подарки, украшения и угощения к праздничному столу А также принять участие в мастер-классах и смастерить елку своими руками Подробности в сюжете далее Верблюжьи пояса, наколенники, гольфы верблюжьи Для детей, носочки детские, рукавички Все теплое, натуральное, а главное – отличный практичный подарок на Новый год Сегодня в Сибири начала свою работу традиционная рождественская ярмарка Уже в первый день ее посетили более двух тысяч красноярцев Здесь можно найти подарки на любой вкус и кошелек Родители могут купить новогодний костюм для своего чада Или долгожданные презенты под елку Продавцы детских товаров отмечают в этом году, несмотря на кризис Родители на подарок ребенку не экономят Спросом пользуются игрушки, которые помогают расти и развиваться Это игрушка для детей от двух лет Можно менять стили, игра на фантазию ребенка Также у нас есть опыты для детей от семи лет Юный физик, юный химик Где ребенок может проводить опыты самостоятельно, а также с родителями На ярмарке работают мастер-классы, на которых любой посетитель может попробовать сделать своими руками елочку или игрушку на праздничное дерево В этом помогают дети из детского дома «Солнышко» Отдельный павильон выделен для продуктовой ярмарки Фермеры предоставили продукты собственного производства и лакомства с разных околков земли Более десятка видов домашнего джема и соусов предлагают продегустировать и приобрести в подарок Любителям неординарных идей предлагают украсить новогоднюю елку печеньем с ванилью, сделанным своими руками Приобрести их можно в павильоне от тетушки Бригитты Для своих любимых, красивых, замечательных, вот частичкой со своей любовью, вот такие замечательные печенюшки Такой замечательный наборчик Это елочная игрушка, съедобная, то есть его можно повешать на елку и ребенок может ее скушать Или взрослый Или взрослый, да Еще тоже необычный есть смородиновый соус Он острый, представляете сам по себе, смородина и острая То есть там немножечко чеснока и перчик чили Ярмарка будет работать до 20 декабря Вход на нее платный 100 рублей В выходные здесь будут проводить различные конкурсы с призами А самых маленьких каждый день будут встречать Дед Мороз и Снегурочка Настя Арпинец, Итурян, Михаил Масленников, Афонтова, Новости А я напомню, что до Нового года осталось всего 20 дней На этом же у меня все Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14 Всего вам доброго Далее информация о погоде В выходные в Красноярске будет тепло и снежно В субботу синоптики прогнозируют небольшую облачность и осадки Ночью столбики термометров покажут минус 5 А днем потеплеет до минус 1 Ветер юго-западный 7 метров в секунду Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба Воскресенье будет пасмурно и небольшой снег Температура воздуха ночью 0 градусов Днем плюс 1 Ветер юго-западный 7 метров в секунду Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба Шанс авто Журнал не только про автомобили Спорт, здоровье, строительство, финансы и многое другое в каждом номере 62 500 читателей в неделю Телефон коммерческого дела 266-77-77 Водная музыка Увлекательные программы, юмористические проекты и главные события вашего города Новый сезон, новый стиль Радио Мир Красноярск 97,4 FM Хорошо звучит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял ничего из прошлого Мне брат говорил, что в будущем люди на другие планеты будут летать Это правда? Вы сами все увидите Брат и малых уже не увидят Они погибли Стреляют, гады! Все! Ты там держись! В будущем нам обязательно встретиться Слышишь? Все, пап! Все! Все, да! Невыученный урок 14.41 В четверг в 19.30 на Афонтово Танцуем, рисуем, смешим, угощаем Ждем на каменке Вперед, малыш! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова